Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оля, и сегодня я хочу поговорить об одном из своих самых любимых парфюмерных домов, это Монсера. Я считаю, что у них очень много достойных, прекрасных, неповторимых каких-то ароматов. Многие могут выбрать там что-то на свой вкус, и самое главное, что при этом все, у них достаточно такая адекватная цена, учитывая, что это все-таки нишевый бренд, ну, наверное, это один из самых бюджетных нишевых брендов, если так вообще можно выразиться. Потому что если покупать в интернет-магазинах, то цена у них на обычный, как будто бы это обычный люкс. То есть даже не самый дорогостоящий какой-то люкс, а вполне вот обычный, типичнейший люкс. Бренд Монсера часто выпускает свои ароматы целыми коллекциями. Я уже снимала одно видео про их Wild Collection, то есть дикую коллекцию. Посмотрите вот здесь вот по ссылочке, и также в описании внизу будет ссылка на это видео. А сегодня мы поговорим про их Christmas Collection, то есть рождественскую коллекцию о шести ароматах из нее. Хотя многие отмечали то, что странное название у этой коллекции именно рождественское, потому что ждество — это зимний праздник. То есть коллекция, по идее, как бы должна быть зимней. Но не обо всех ароматах из этой коллекции можно такое сказать, а о некоторых можно даже сказать, что они очень-очень невероятно летние. Поэтому, ну сейчас мы поговорим о них о каждом поподробнее, потому что я попробовала все шесть из них, и сегодня смогу прям о всей коллекции высказаться. Флаконы у бренда Монсера, они все стандартные абсолютно. Вот есть 120 мл и есть 60 мл. 60, кстати, выглядит очень-очень маленьким. Просто вообще как будто бы он, ну 40, наверное, как будто бы он 40. Но нет, он 60. Они идут в разных вот пакетиках таких. То есть, по сути, отличается либо немножечко цвет флакона, либо цвет наклейки на флаконе и цвет мешочка. А так все флаконы абсолютно одинаковые. У них закручивающаяся крышка, многим это не нравится. Я пока не поняла, ну закручивается. Ну, в принципе, мне все равно. Крышка тяжелая, так флакон абсолютно какой-то стандартный. Ну, качество, ну нормального качества, но нельзя сказать, что что-то прям там невероятное. Это примерно как и у бренда Монталь, тоже одинаковые все флаконы. Ну, потому что у них один и тот же парфюмер, и вообще это такие очень соседствующие парфюмерные дома, естественно. И я считаю, что покупка в атомайзерах каких-то отливантов, да, в качественном, нормальном, приличном атомайзере, в принципе, вы не сильно много потеряете, да, пользуясь флаконом или этим атомайзером. Ну, не такая уж гигантская принципиальная разница. Поэтому я считаю, что совершенно нормально покупать их в атомайзерах, в отливантах, потому что вы не очень много теряете в такой ситуации, в плане флакона, держать этот флакон, там, смотреть на него, да, вот эта вся история. Но зато вы как-то расширите свой парфюмерный опыт, сможете хорошо познакомиться с ароматом, потому что отливантов 10 мл это огромное количество, все-все ароматы этого бренда, они очень стойкие, очень шлейфовые, все их технические характеристики просто на высоте, так же, как и у бренда Монталь примерно, да. То есть здесь будут какие-то иногда нюансы, но я об этом поподробнее скажу, но в целом, в целом, все ароматы очень-очень стойкие и громкие, то есть большого количества там поливаться как-то им не нужно. То есть, в принципе, 10 мл вам хватит там вообще очень-очень надолго, и если аромат прям будет абсолютно вот ваше, то, что вам сильно-сильно понравится, тогда уже можно купить флакон именно большого объема. Но давайте уже переходить к самим ароматам, и начать я хочу с одного из любимых вообще ароматов в этой коллекции, и у бренда Мансера, и вообще один из моих самых любимых ароматов, это Чоку Вайолит, шоколад и фиалка. В его пирамиде лесной орех, апельсин, бергамот, темный шоколад, фиалка, ваниль, мускус. Это очень шоколадно-ореховый, пудровый, сладкий такой ванильный аромат, ну и цветочный, конечно же. То есть это очень интересное сочетание, это гурманский аромат, то есть он очень-очень шоколадный, и при этом здесь есть свежесть таких фиолетовых цветов, фиалки. Его сравнивают, конечно же, с Чокулат Гриди от Монталь, потому что здесь такой прям гурманский настоящий шоколад присутствует. Но здесь еще есть ореховость. В Чокулат Гриди есть какая-то, знаете, это шоколадный торт, шоколадное прям печенье в шоколаде, с апельсиновой небольшой, такой тоненькой-тоненькой прослойочкой. Здесь какой-то апельсиновости нет, это вот такой пудровый, сладкий, гурманский шоколад и фиалки. Здесь же не просто шоколад, а очень еще такой ореховый, с лесным орехом, прям он чувствуется на самом деле. И это какой-то шоколадный торт, украшенный фиолетовыми цветами, фиалками. Эта же идея прослеживается и у бренда Амуаж Лилоклав, то есть там сирень и шоколад тоже. Там есть и какао, и сирень, и, как я считаю, шоколадные пачули. То есть там звучание намного более какое-то тонкое и благородное, более парфюмерное что ли. То есть шоколадность тоже достаточно выраженная, но она вот именно как через шоколадные пачули больше, которые усилены еще вот какао, но все равно больше в такую сторону. А здесь прям вот гурманский шоколад, и лесной орех, и шоколад, и вот эти свежие-свежие фиолетовые фиалки. Очень интересный какой-то, я считаю, тоже такой достаточно готический аромат. Но, конечно, он не мрачный, он совершенно не мрачный, а вот именно вот это сочетание, знаете, что-то такое Тима Бертоновское. То есть у него фильмы, у этого режиссера тоже не такие уж прям вот готические, они же не мрачные, не страшные, они такие вот какие-то сказочные. И это вот какая-то сказочная готика такая, темный шоколад, фиалки, в общем, очень красивый аромат, я его прям люблю. Хотя по отзывам я замечала, что у многих людей смущает вот это вот сочетание. Поначалу оно кажется действительно очень непривычным, именно вот гурманская часть, да, шоколадная, с цветами, с такими свежими. Но я считаю, что это его однозначная изюминка, это его уникальность. Вот видите, мы сравниваем какие-то там Лила Клав от Абуаш или тот же Чоколад Гриди, я еще сравнивала с Мат Чоколад от Масаки Мацушима. Здесь шоколадность очень близкая, очень похожая. Но все эти перечисленные ароматы совершенно-совершенно разные, то есть они не клоны, не замены, они каждый по-своему уникальные. То есть какого-то аналога, который был бы прям максимально похож, его просто нет. То есть аромат интереснейший, то есть темный шоколад и фиалка, ну где еще такое, на самом деле можно встретить. У бренда Мансера также есть роза с чоколад аромат, но о нем мы поговорим в другом видео, потому что он относится к другой коллекции. Он тоже очень интересный, вот с ним можно сравнить, то есть там роза с шоколадом, здесь фиалка с шоколадом. Но я больше люблю, честно говоря, на данный момент фиалку и просто это один из моих самых любимых гурманских именно ароматов. Следующий аромат это Коко Ваниль, то есть здесь кокос и ваниль, как нетрудно догадаться. В пирамиде у него кокос, белый персик, тиаре, иланг-иланг, жасмин, ваниль, белый мускус, древесные ноты. Основные слышимые ноты это, конечно же, вот кокос, ваниль, тиаре, иланг-иланг, сейчас все перечислю. Это очень сладкий ванильно-кокосовый аромат, но при этом со свежестью тиаре, жасмина, вообще белых цветов, белый вот этот парящий мускус. Всю эту тему, может быть, вы уже догадались, да, это типичная отпускная тема. Есть такая направленность в ароматах, и в этом году, мне кажется, она даже наиболее популярна, вышло очень много ароматов. Похожие ароматы на эту тему не в точности, а просто похожие. Это Амбре Нарцисса Родригес, Амбре Нероли от того же Нарцисса Родригес, Элиан Гадес от Мюглера. Я о многих этих ароматах рассказывала в недавнем своем видео, в прошлом, потому что они вышли как раз в 2021 году, и я обсуждала новинки 2021 года, и говорила о них там с пирамидами, и в каких-то подробностях больших. Ну, вот этот аромат на эту же самую тему, но для меня он максимально похож с Интенс Тиаре от бренда Монталь. Я это даже не сразу как-то заметила, у меня был сначала от Левант Интенс Тиаре, он мне очень сильно понравился, я купила себе флакон 100 мл, то есть у меня вообще до конца жизни, наверное, хватит подобных ароматов, поэтому я этот во флаконе покупать не буду, но только по этой причине, потому что Интенс Тиаре мне как-то больше нравится, он более такой вот летящий, какой-то парящий. Здесь все-таки вот больше есть какая-то гурманская кокосовость, он более сладко-ванильно-пудровый, и напоминает скорее какую-то конфету у Рафаэлла. Я люблю, в принципе, такую тему, мне этот аромат нравится, то есть он в моем вкусе. Если вы любите вот подобные ароматы или знакомы с некоторыми, которые я перечисляла, можете в его сторону посмотреть, он один из достойных претендентов на эту тему. Следующий аромат из этой рождественской коллекции это Сицеля, вот он уже гораздо более новогодний, но на самом деле он тоже достаточно летний, цитрусовый, такой свежий, красивый аромат. Но Новый год также ассоциируется у нас часто и с апельсинами-мандаринами, а здесь именно мандарин такой сладкий. Его пирамида это мандарин, грейпфрут, бергамот, персик, ананас, яблоко, жасмин, фиалка и ланг-ланг, роза, белый мускус, древесные ноты. Естественно, здесь очень сильно чувствуется апельсиновость, такая мандариновость, цитрусовость, одним словом, в старте, но она сопровождает его на всем протяжении его звучания, но потом он немножечко как-то становится более цветочным, и ему это на самом деле идет на пользу, но цитрусовость все равно сохраняется. Это очень сильно цитрусовый аромат, и именно здесь такой сладкий мандарин, то есть здесь даже не апельсин заявлен, а на самом деле мандарин. И вот это чувствуется, он какой-то более нежный, более такой вот сладенький какой-то, очень-очень новогодний аромат. В своем недавнем видео про рождественские новогодние ароматы, про вот этот весь рождественский дух, про поднятие настроения себе перед праздниками, я как раз говорила про этот аромат тоже. Посмотрите по ссылке, я здесь прикреплю ссылку на видео, и в описании также оно будет. Но здесь я немножечко повторюсь. Для бренда Монсера я считаю, что он менее стойкий, стойкость у него просто средняя, то есть для цитрусового аромата это вообще просто огромная, великолепнейшая просто стойкость, потому что они обычно очень-очень такие диффузные, улетучиваются, и во всяком случае цитрусы улетучиваются быстро, а база остается, может быть, и долго. Но именно вот сама цитрусовость, она просто мимолетно быстро проходит, здесь цитрусовость сохраняется прям долго, часами. Поэтому в этом плане это очень достойный представитель, если вот любите все это направление. Ну, конечно же, он и для лета идеально, я думаю, подходит, но зимой вот эти вот цитрусы сладкие, прям именно мандарины, ну, идеально, по-моему. От бренда Монсера у меня есть цитрусовый аромат, это Wild Fruits. Хоть он называется там фрукты, да, дикие фрукты, но он тоже очень-очень цитрусовый в первую очередь. И для меня они, может быть, чем-то похожи, но Wild Fruits лично для меня поинтереснее, там очень сильная такая древесная база чувствуется. Здесь он более какой-то вот такой свежий, сладенький, какой-то милый, нежный аромат. То есть для меня он менее интересный, но я знаю людей, которые, наоборот, больше его именно любят, поэтому тут нужно, конечно же, пробовать. Я считаю, что это очень красивый цитрусовый аромат, и можно даже сказать, что он какой-то уникальный, потому что, с одной стороны, он очень натуралистичный, прям вот этот нежный, сладенький, милый мандаринчик новогодний. Потом появляются вот эти цветы, роза, фиалка, иланг, иланг, жасмин, они его как-то вот облагораживают. То есть он не просто какой-то отдушкой звучит, да, вот чувствуется парфюмерная композиция одновременно, при этом натуралистичность именно цитрусовая, очень узнаваемая, очень яркая, которая достаточно долго держится при этом. Так что, если любите такое, посмотрите в его сторону. Следующий аромат – это холиды, то есть праздник. Его пирамида – это кокос, бергамот, тиаре, иланг, иланг, морские ноты, ваниль, сандал, белый мускус. Это тоже очень такой, то, что называется, отпускной аромат. То есть здесь кокос, ваниль, иланг, иланг, тиаре, опять же, очень сильно чувствуется. С одной стороны, он очень похож на коко, ваниль и на все вот эти вышеперечисленные ароматы. Интенс, тиаре, там, нарцисо, родриге, сомбре, эллиан, гадес, бронз, гадес от Estee Lauder. Но здесь добавляются морские ноты, и это меняет его настроение. То есть, с одной стороны, это очередное вот обыгрывание этой темы. Кокосовый, ванильный, сладкий такой аромат, тиаре, вот эти все летящие белые цветы, белый мускус, вот этот парящий. Все это здесь есть, но морские ноты придают ему какую-то вот особенность, уникальность, своеобразность. Он становится более какой-то прохладный, солоноватый, фужерный. Это прям совсем вот пляж, прям море, песок, теплое море, притом, дневной аромат. Такой тоже летящий, и вот эта солоноватость, какая-то море, и воздух вот этот морской. И при этом он очень ванильный, вот эти белые цветы. Это сладкий аромат, тоже на эту отпускную тему. Все это здесь никуда не уходит, но есть. Но есть вот эта какая-то своя нотка, вот этот морской аккорд, он его делает другим. Честно говоря, для меня это интересный аромат, как-то по настроению я его ношу, но он не стал моим любимым, меня вот эта тема все-таки немножечко смущает. Вот эта солоноватость, я ее обычно не очень люблю. Для меня в этом есть оттенок какой-то сырости, вот именно в каком-то негативном даже ключе. Вот он слегка-слегка намеком тут. То есть в принципе аромат красивый, я его носить могу. У меня 10 мл, я его сношу, не сомневаюсь даже. Но он вот прям летний какой-то. То есть зимой он звучит плохо. То есть коко-ваниль или вот там, опять же, вышеперечисленные все отпускные ароматы, я их легко ношу и осенью, и весной, и зимой. Они поднимают настроение, они такие вот сладкие, лактонные какие-то, летящие. Ну, прям поднимают настроение вот здесь. Вот эта морская какая-то солоноватость, она мне зимой мешает. Так что я к нему вернусь еще летом. Я говорю, у меня много таких ароматов и в отливантах, и во флаконах. Поэтому его флакон я, скорее всего, не куплю, но посмотрим, конечно, вкусы меняются. Но, в принципе, интересный аромат со своей какой-то вот изюминкой. Следующий аромат для меня очень-очень был необычным. Я никогда в жизни такое не носила, не любила, вообще не подходила даже близко. Но вот просто мне стала интересна эта коллекция. Я как-то решила с ней ознакомиться, в магазине потестировала. Да, это аромат называется Pearl, то есть жемчужина. Название очень красивое, там на флакончике, на крышечке есть такой перламутровый еще кружочек. То есть это его как-то выделяет из всех остальных флаконов, довольно-таки похожих. Пирамида у этого аромата инжир, зеленое яблоко, бергамот, белый персик, роза, жасмин, фиалка, белый мускус, серая амбра. И вот в этом аромате я впервые почувствовала, как звучит и какие оттенки и настроения придает именно серая амбра. Чаще всего амбра встречается в виде смолы. У многих она ассоциируется с хинтарем, она придает смолистости, естественно. Серая амбра это совершенно другая тема. У нее аромат более морской, более какой-то минерально такой прохладный. И глубину она придает тоже какую-то невероятную. Очень многие в этом аромате чувствуют инжир, такой зеленый инжир. Прям некоторые говорят даже, что моноинжир. Ну я вот чувствую и белый мускус, вот этот парящий. Цветы здесь, роза, жасмин, фиалка. Не сказала бы, что они как-то выделяются, просто какой-то общий свежецветочный фон. Зеленое яблоко, бергамот, белый персик тоже какой-то, может быть, легкой свежести придают. Но это аромат очень-очень минеральный. То есть я говорю, это вообще не моя тема. Но здесь вот прям ощущение мокрых камней, каких-то мокрого песка. На самом деле здесь, к счастью, нет никакого рыбного оттенка. То есть никаких водорослей, никакой тины, никакой вот такой заболоченности. Ничего подобного здесь нет. Морской аромат здесь именно вот в самых лучших каких-то проявлениях. Вот таких вот не животных, а вот мокрые камни, да, как пахнут. Какие-то ракушки мокрые там в песке, уже без моллюсков, естественно. Какие-то волны, которые разбивались об эти скалы уже тысячи-тысячи лет. Сточили их, сделали более округлые эти камушки. В общем, вот такой какой-то аромат. Очень интересный. Цветочность на коже здесь тоже раскрывается. Сладость от инжира начинает тоже чувствоваться. Это вообще не мое направление. Но вот после того, как у меня закончится отливант, я вполне могу купить флакон. То есть 60 миллилитров вполне, потому что у меня вообще ничего подобного нет. И из такой категории, мне кажется, это прям один из лучших представителей. С одной стороны, этот аромат тоже такой достаточно прохладный. Но все равно это не северное море, это не какой-то мрак. Это тоже дневной аромат. Это теплое море. Но вот он какой-то... Здесь нет вот это вот бананы, кокосы, там какие-то свежие цветы, какой-то праздник. Или какие-то коктейли, да, вот эта вся морская тема. То есть он более какой-то благородный, необычный, тонкий, при этом женственный такой. Это аромат не про сексуальность. Но вот он именно благородством своим каким-то необычным звучанием берет. Здесь нет даже намека на освежители воздуха, там морской бриз, морская свежесть или что-нибудь такое. То есть совершенно другой аромат для очень какой-то интеллигентной, такой воспитанной, чисто одетой девушки с каким-то нейтральным таким макияжем. Очень какой-то вот аристократичный что ли. Но при этом он не безликий. Он меня прям удивил. Я с удовольствием буду продолжать его носить. Опять же, вот этот аромат скорее, конечно же, летний. Прям вот в мороз куда-то его надевать. У нас сейчас зима. Я его как-то слабо себе представляю в этой ситуации. Но дома на себя я иногда наношу, потому что хочется прям окунуться в эту атмосферу. Она уникальная. То есть жемчужина он называется. И я слышала отзывы, что непонятно почему жемчужина. Никто не чувствует здесь никакой жемчужины. Я чувствую. То есть вот эта отстраненность какая-то. И он переливается. То есть есть вот то цветы, то какая-то сладость, вот эта инжирная, то вот эта минеральность. Минеральность здесь прям очень выраженная. Вот эта серая амбра и аромат очень глубокий. Эти мокрые камни, какие-то раковины, песок, ветер какой-то теплый с ароматом легким цветов. Но такой вот недушащий. Очень интересный аромат. Прям познакомьтесь с ним в виде от Леванта или в магазине. Хотя он может не сразу зацепить. Его лучше всего наносить именно на кожу. Конечно, про многие можно так сказать. Но здесь я его нанесла на себя и прям открыла для себя какие-то новые глубины вообще. И поняла, что к таким ароматам тоже буду присматриваться. Оказывается, я такое тоже люблю. И последний аромат на сегодня это Уд Орхит. Я вообще не люблю удовые ароматы. Но после него, когда я его поносила уже на себе, у меня небольшой от Леванта 5 мл. Но я обязательно 100% куплю себе флакон. Вот в этом я уже не сомневаюсь. Потому что он мне очень-очень сильно понравился. После того, как я его поносила на себе, я пошла по магазинам изучать вообще все удовые ароматы. Потому что я подумала, как так? Я пропускала всю эту тему. Возможно, мне какие-то не понравились. Я просто как-то сразу закрыла их для себя. Уд вообще не мое. Обычно потому, что удовые ароматы, они там с шафраном, с амброй. Они какие-то пыльные, такие тяжелые. Многими воспринимаются как мужские. Ну и мной тоже многие. Иногда там есть оттенки какие-то прям грязные такие. Смотря какой уд. Ну не во всех, но в некоторых встречается. Это совершенно другой аромат. Он очень сладкий, очень женственный, очень такой цветочный. В его пирамиде кокос, персик, мандарин, орхидея, пачули, древесные ноты, ваниль, белый мускус, амбра. Он очень сладкий, ванильно такой, пудровый, кокосовый и древесный при этом. Очень лактонный аромат. То есть здесь тоже прослеживается вот эта отпускная тема, но она здесь обыграна очень интересно. То есть здесь он прям цепляет. Он более глубокий. То есть обычно эти ароматы, они просто такие вот ванильно, сладенько, молочно, цветочные. Ну белый мускус там есть. В принципе есть ощущение какого-то полета. Такой вот прям сладкие такие нежные, пушистые облака. Здесь тоже все это есть. Но уд, видимо, вот именно когда носишь на себе, ты чувствуешь, что за всей вот этой вот какой-то простотой, вот этих отпускных кокосовых сладеньких ароматов, есть какая-то база более серьезная, более какая-то глубокая, более интересная, более сложная. Вот этот уд, он здесь просто намеком. То есть он не звучит прям вот как уд, что вот нюхаешь его и думаешь, о, ну это уд. Нет-нет, здесь вот именно он какой-то тоже сладко-цветочный, очень-очень молочный такой, лактонно-сливочный. Орхидея, если честно, не знаю как пахнет, но сладким таким вот цветком что-то похожее на туберозу, но туберозного звучания здесь нет. Ну вот тоже какая-то, вот знаете, есть активный, сильный запах сливочной такой туберозы. Здесь очень похоже, но не тубероза. Как будто бы то же самое, но не тубероза. А, видимо, вот орхидея. Какой-то другой оттенок, вот по духу, по сути, вот очень близко. То есть если вы любите, вот в принципе, вот эту сладкую, туберозную, какую-то активную такую лактонность, это не туберозный аромат, но просто тоже к нему присмотритесь, потому что вам он, скорее всего, тоже понравится. И он такой достаточно какой-то контрастный, потому что здесь не просто вот дневной какой-то молочно-ванильный ароматик, да, а вот эта вот база удовая, древесная, она прям придает ему драговизны какое-то звучание, очень какой-то многомерности. Вот она даже с самого начала, со старта и потом, естественно, в раскрытии, в базе, прям чувствуется, что за вот этой всей вот какой-то простотой, сладостью есть что-то более глубокое, сложное и интересное. Так что, если вы опасаетесь, не любите уд и не подходите вообще к этому аромату, просто потому что там в названии даже есть уд, соответственно, ожидает, что он будет таким вот типичным для удовых композиций, то посмотрите в его сторону также, потому что уд здесь далеко не главенствующий, но он добавляет свою характерность и делает этот аромат намного-намного интереснее, глубже. И, соответственно, вот флакон его я точно куплю, потому что у меня вот такой маленький отливант в 5 мл, который уже скоро закончится, и меня это прям стало тревожить. Так что флакону однозначно быть. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео до конца. Напишите, какие ароматы от бренда Монсера вы любите, а также как относитесь к тем, которые я сегодня в видео озвучила, есть ли они у вас, пробовали ли вы их, и как вообще совпадают ли наши с вами впечатления от них. И до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok